Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, называется «Во свете Библии». Библия святая у нас, 77 книг, издание Православной Церкви, Синодальный перевод, 1876 года. И сегодня тема будет о Библии. Конечно, если это будут слушать неправославные, то они сразу скажут, а что Библии говорит? У них у каждого Библия есть. Нам, православным, в основном это нужно знать. Что в этой книге есть, как ею пользоваться, что об этом говорят святые отцы, что говорят каноны. А вот этого-то и сектанты не знают. Поэтому им тоже не мешало бы ознакомиться хотя бы раз, что есть такие материалы. Вот слово «Библия», «Библия» – это греческое слово «книги». Например, «Библиотека», «Книга-хранилище». Всего 77 книг в этой Библии. Из них 66 канонические. 11 не канонические. Книга эта известна под тремя названиями. Называется «Библия», «Святая Библия» или «Священное Писание» или «Слово Божие». Все. Три названия у нее. Написано в течение 16-ти столетий примерно 40 авторами. В то время как автор там один Бог. Изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1.21. Так говорит Господь, слушайте Слово Господне, Исайя 1.2. Так говорит Господь. Под этого авторитета священного Писания у многих нет. Это я знаю. Бог сказал – заберло. Иногда так бывает с кем-то беседуешь, и человек, знающий Писание, начинает цитировать, а его перебивает. Он цитирует священное Писание. Должно быть полное молчание. Это говорит Него. Это Бог говорит через Него. Так он еретик. Но через еретика говорит. Это не имеет значения. Библия состоит из двух неравных по объему частей – Ветхого и Нового Завета. Ветхий и Новый. Ну, Ветхий Завет примерно в три раза больше Нового. Приблизительно. Ее нужно не только всегда читать, но и исследовать. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Евангелие Теана 5.39. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но получайся мне день и ночь. Иисус Ановин 1.8. Священное Писание умудряет во спасение. При том же ты с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. 2 Тимофея 3.15. К словам Библии, которые здесь, нельзя ни одного слова не добавлять и не убавлять. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом. Притча Солмона 36. Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповедь Господа Бога твоего, которые Я вам сегодня заповедую. Соблюдайте заповеди. Все, что Я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Второзаконие 4.2.32, 12.32. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет, что от слов книги пророчества всего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Откровение 23.18.19. Чтобы Бог не обличил и не оказался лжецом. Ты говоришь, а там этого нет. А участь лжецов в озере Огненном. Откровение 21.8.27. А почему что-то так заблуждений много? Причина одна. Две причины. Все заблуждения людей из того, что люди не знают Писания и не верят в силу Божию. Иисус сказал в ответ им. Заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божией. Матфея 22.29. Библия полностью или частично переведена практически на более чем две тысячи языков мира. Практически языки всех народов, имеющих письменность. На русский язык перевод сделан в 1876 году. Далее кавычки открываются. Предстоятели церквей даже во все дни, более же всего в дни воскресные, получать весь клирый народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения, рассуждения истины, и не приступая к положенных уже пределов и предания богоносных отцов. Если будет исследуемое слово Писания, то не иначе да изъясняют то, но только как изложились светила и учителя церкви в своих писаниях. И ими более доудовлетворяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения в этом не уклониться от подобающего. То есть право толковать Библию, кавычки закрыты, дано только святым отцам. А другие в этом русе должны идти, что-то можешь и толковать. Шестое Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями их Бог поставил. Не мог же Бог 2000 лет никого не поставить. А в церкви учителя мы их называем по именам. Когда я разговариваю с сектантами, откуда вы взялись? Происхождение. Ну, момент. Кто образовал? Все. От апостолов. Ну, как от апостолов? Если вы настаиваете, что от апостолов, тогда назовите, кто из ваших были во II веке. В III, IV, V и до возникновения баптизма или харизматов молчок. Ну, были их уничтожали. Ну, кто уничтожал в III, когда сами христиане гонимые? Кто их уничтожал? Христиан гнали, а они умножались. То есть ничего нет. То есть по-прежнему это змеиное шуршание в траве сухой. Далее дал, говорит, как? Иным дал, что? Силы. Чудодейственное. Другим также дары исцеления, вспоможения, управления. Разные языки. Их слово сказали. 1 Коринфянам 12, 28. Я спрашиваю пятидесятников, а что такое вспоможение? Ну, вот когда Дух Святой надо получить, а он не может, над ним руки простирают. Я обратился к пятидесятникам. Я-то хорошо знаю, но я не имел языков. И просто там обратился. Их в Библию там дали. Ну, там был тогда где-то у Саратова или где-то в Балашихе какой-то старичок. К нему ездили. Ну, вот молятся. Пятидесятников любят. Все, а заговорить не может. И он ему говорит тогда, ты говори, Дух, приди. Я говорю, Дух, приди. Нет, я говорю, Дух Святой, приди на меня. Он сразу руки убрал, говорит, не придет. Зачем ты сказала лишнее слово? Нужно говорить только, Дух, приди. Понятно? И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Он поставил, а не самозванцы. Ефесянам 4, 11. Как можно отвергать то, что ты не читал? Какая-то женщина в друзьях. А почему я должна? А мне Дух Святой открыл. Ну, предположим, что ты не обманываешь. Тебе Дух Святой открыл. Да что, 2000 лет никому не открывал? Совсем не совсем никому. Но и ваши-то все понимают по-разному. У тебя муж даже не так понимает. У тебя муж уже верующий 30 лет, и только сейчас что-то новое открывается. Это все уже открыто. Только не так. А другие стоят. Вы куда адвентистов седьмого дня дели? А у них-то сколько? И святой остаток, и чего только нет. У них-то сколько? А у 50-тих там 50 групп. И всем Бог открыл. Евангелие от Иоанна 3, 16. Нужно прочитать. 18, 36. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4, 12. Христос говорит, кто не со мной, тот против меня. Матфея 12, 30. Ни о каком сосуществовании, ни о какой толерантности вер нету. Библия определенно и четко говорит, истина только в ней. Здесь не были благомыслили фессалоникских, а они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Деяние 17, 11. Этому надо последовать. Ежедневно разбирать. Ну нельзя отрицать того, чего не знаешь. Как какая-то доярка выступала, Солженицына выставила, я осуждаю его книги, хотя не читала. Ну вот такое у сектантов понятие. Да и у православных бывает не лучше. Ну ты сначала прочитай. Ну хотя бы немножко. Тамнов 12 златоуста. Ефрема Сирина, Блаженов и Филакта. И тогда ты будешь как-то сравнивать с чем-то. Ну зачем себя так ронять-то? Ну ты изобрети новый велосипед. И то не изобретешь. А компьютер новый. Ну одним Бог дал, другим не дал. Какие-то программы Билл Гейс мог это сделать. Мартин Купер мог изобрести мобильный телефон, но другим не дано это. Усовершенствовать что-то может. Но на основе того. Так и здесь. Толкование они разъяснили. Но жизнь показывает, что толкование идет дальше. Но не вопреки того, что было. А почему в церкви ничего нельзя считать, кроме Библии? Потому что Владимирский собор в 364 году правилом 50, вернее 59, и Карфагенский собор в 318 году 33 правилом запретил читать иные книги, кроме библейских. Но откровение уже было. И не повреждать лжетолкования. Канон книг утвержден в правиле апостольском 85. Там уже было две книги Ездры, Климента, Послания 2. А их сейчас нету. Но церковь выделила их в отдельную. Те, которые пользуются этой Библией, переводом-то, ну, сектанты, все еретики. Ну, вы хотя бы в этом будьте признательны. Православная церковь, идущая от апостольских времен, на этих соборах, она утвердила эти книги. И вы ими пользуетесь. И она их перевела. И вы пользуетесь. Нужно прочитать 118-й псалом. Чтобы убедиться, что так написано. А что он дает? Под словами закон, заповеди, уставы, повеления, и другие слова, нужно везде понимать слово Библия. И поэтому в 176-ти стихах слово Библия, хотя оно ни разу не написано, упоминается 185 раз. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Иоанна 12, 48. Я ежедневно благодарю Бога за день, когда Он мне вручил Святую Библию. И где у пятидесятников, ну, баптисты тогда они были вместе. Хотя я ими не был. Этот день изменил моей жизни все. И вот 51-й год я иду. Мне страшно подумать, что я был бы не христианин и был бы не православный. Я бы точно так же путался, переходил из секты в секту, спорил бы. У нас точное толкование, ни о чем не надо спорить. Нужно только исполнять. Люди, которые вот у нас знакомые были, из сектантов, и они когда начинали считать святого златоуста, он считает жилей и говорит, так выходит у нас все неправильно. У нас даже причастия нету, нету. И теперь он батюшка православный, он пришел. Нужно ознакомиться, но нельзя отрицать то, что есть. Нельзя отрицать. Незнакомое тебе. Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5, 18. Я произвел подсчет, сколько здесь букву, сколько стихов, сколько йод. Так некоторые, зачем это нужно? Это прям какое-то... Да затем и нужно, что ни одна не пропадет, а как ты узнаешь, если ты не знаешь счет? Я знаю, сколько... Я это все выставил, в прошлый раз говорил. Если не пропадет ни одна вот счета, нужно знать, сколько черточек. Что тут доказывать еще даже не надо. Евреи, когда переписывали Библию, переписчики, напротив каждой строки они считали, сколько букв и писали цифру. Опять, каждая строчка и сколько букв вручную считали и ставили. И благодаря этому мы получили такую Библию, в которой нет искажения. Чтобы не было утеряной буквы. А если не сходилось, буква потеряна, искали оригинал, буква потеряна. А у нас бывают и другие слова, и кверх ногами буквы. Апостол Павел говорит, но если бы даже мы, апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что вы и мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы говорили, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Галатам 1.8.9. Это все к тому, как нужно относиться к Библии. С благоговением, со страхом. Это Бог говорит. Я вспоминаю, когда я первый раз стал читать, то я не видел буквы. Как будто бы, ну, то есть я их видел, но это не буквы были. Для меня это было как бы, как бы. Голос с неба. Это мне Бог вложил в первой моей молитве 27 сентября 1962 года в 17.00. Я никогда ее не видел, даже Библию. И Он ее, Бог, сразу вложил в меня. Абсолютная, полная вера. И мне хватило на полвека. Бог говорит, я Господь, это мое имя, то есть Иегова, и не дам славы моей никому. Исайя 42.8 и 48.11. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отверну тебя от священнодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих, Осия 4.6. Я считаю многое. Потому что у меня, ко мне много вопросов. Вот в этих книгах я отвечаю на 4124 вопроса. И иногда ответ бывает на 10 и больше страниц. По всем книгам, подробно, как понимали, выписки святых отцов. Я вот смотрю, как сегодня отвечают известные люди. Отвечают, ни одной ссылки на Писание не делают. Ответил, а так или не так. Но один запомнил, другой нет. Я имею другой подход. Я должен показать, где я беру этот ответ. Где? Чтобы вы теперь сами могли находить в Библии. Открывайте и все. Я называю святых отцов. Вы открывайте и теперь читайте. Там больше написано, чем я говорю. Это не мои слова. Конечно, это более скучно. То ли дело, я бы говорил и не ссылался ни на что. Снова повторяю. Святой Кирилл Урсалимский говорит. Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте мне. Это вольный перевод, не в кавычки. И Анна Тауз говорит. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Проповедую слово. Настой во время, не во время. Обличаю, запрещаю, вещеваю. Со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея 4.2 Если священник не учит народ, как должно, он суть, идол, говорит Василий Великий. Священник также одет в возглащенные одежды и также безгласен. Святой Иероним Стридонский говорит еще строже, что если пастырь поступает на соблазн и не учит, он суть Антихрист. Писанных постановлений нигде нет. 3 Езер 4.23 Два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, а высекли себе водоема разбитые, которые не могут держать воды. Еремея 2.13 Ибо Слово Божие живое и действенное, острее всякого меча, бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. Еремея 4.12 Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Еремея 23.29 2 Коринфянам 5.10 И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Откровение 14.6 Господи, Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Всегда так моли Бога, чтобы просветил Твой ум и открыл Тебе силу своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, подверглись заблуждениям. Ефрем Сирин так говорит. Для понимания Священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, чтобы мы, узнав истинный смысл надписанного, могли получить великую пользу. Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается в Библии, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Поэтому-то и заповедано нам изучать Писание, что многое, с первого взгляда показавшееся простым, заключает в себе глубокий смысл. Кто прикасается к Евангелию, сразу изменяет свой ум. А при внимательном чтении душа как выступает таинственное святилище. Ощущается и делается лучше, так как в Писании с ней беседует Бог с душою. Ничто не может служить препятствием к чтению Слова Божия. Не только дома, но и совершая путешествия, или находясь в многолюдном собрании, и занимаясь делами, можно упражняться в этом чтении. В священном Писании бездна вопросов. Поэтому приучайтесь не только изыскивать разрешение их, но и не задавать вопросы, потому что им не будет конца. Не спорь со Словом Господнем, иначе погибнешь. Считай Библию, и тогда ты едва спасешься. А если ты ее продаешь, то не отдашь ли свое спасение? Ремесленник продает ли свое орудие труда? Храни священное Писание. Будем приобретать святые книги, при взгляде на Евангелие душа очищается. Если не понимаешь, все равно читай. Невозможно спасись тому, кто не считает священное Писание. Где есть духовная книга, оттуда прогоняется дьявол. Незнание Писания есть великая стремнина, возникновение ереси. Чтение священного Писания укрепляет в печали. Придя из церкви, возьми в руки Библию, и даже не имея толкования, считай. Не любящий Слово Божие, скотоподобны. Писание знать основа жизни. И дома, после еды, возьми священное Писание. Научайся, чтобы душа не родила о твоем спасении. Любовь к Слову Божию – лучшее доказательство благоуспеяния души. Как аппетит к пище. Никто не будь ленив, сомлив, не блуждая мыслями на стороне. В одной букве, слоге, глубокая мысль. Сам царь римский не может дать закон персидским царям. А апостолу дали закон всей вселенной и на все времена. Вот все, что считал сейчас, это Ян Златоуст. Первый том, 666 страница, 802. Второй том, 331 страница. Третий том, 54, 108, 181, 409. Четвертый, 49, 80, 195, 373. Пятый том, 207. Если ты изучил все Божественное Писание, смотри, да не надмевает тебя помысл. Все Писание учит смиренно мудрю. Не утруждай себя чтением, за которым не следует дело. Потому что закон выполняется только делами. Ефрем Сирин. Кавычки. Если не полюбишь блаженных и подлинно Божественных слов Писания, уподобишься скотам несмысленным и бессловесным, как и желание поддерживать жизнь, едим, пьем, говорим, слушаем, так и к чтению слов Божьих мы должны прилепляться с сердцем, не зная сытости. Нил Синайский. Кавычки. В руках ваших да будет всегда Священное Писание. В сердцах же воспоминания о Господе. Не переставайте молиться и продолжайте заниматься своим спасением, чтобы враг при искушении всегда находил ваше сердце огражденным и вооруженным. Это Киприан Карпагенский. Кавычки. Как царь, когда намерен кому-нибудь даровать свободу и помилование, обнародует свое повеление, придите ко мне и получите помилование. Если же они не хотят прийти к нему и воспользоваться даруемой им милостью, то бесполезно для них считать это повеление. Тем не менее, они повинны смертной казни, потому что отказываются прийти и получить помилование от руки своего царя. И Священное Писание – подобная грамота Бога людям, которые повелевает Он любящим Его, молящимся Ему с преданностью, прияте из Божественной Его Десницы – небесное благо. Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то чтение Священного Писания не принесет ему никакой пользы. И он остается виновным, ибо не хочет принять от Царя Небесного подаруемое благо духовной жизни, без которой невозможно быть причисленным к бессмертной жизни. Это говорит Макарий Египетский. Кавычки. Надо заботливо наблюдать, чтобы ложное толкование Священного Писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас. Так дьявол старался искусить и Господа Спасителя, Иоанн Касьян. В 47 житиях святых упоминается об особой любви христиан к Священному Писанию. Величайший безбожник и хулитель истинный Вольтер говорил, что через сто лет Библия будет забытой по заброшенной книгой. Ее можно будет найти только в кладовых и археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. Вот как Невзоров говорит. Но через сто лет на месте произнесения этих пророческих в кавычки слов находился склад британского библейского общества, издаваемая сотнями миллионов экземпляров Библии и сегодня является поистине бестселлером и супер-книгой. Посмотрите на нее. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Подписывайтесь на наш канал.